Второй энергоблок выведен на полную мощность для динамических испытаний. Специалисты проведут широкий спектр измерений, включая разгрузку и оценку характеристик оборудования перед началом его комплексного опробования на номинальной мощности. Первый энергоблок с момента включения в ноябре 2020-го выработал уже с 15,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. КГК открыл горячую линию по вопросам деятельности операторов почтовой связи. Звонки по короткому номеру 191 принимаются по 14 июля. Специалистам можно сообщать о недостатках, в том числе, на селе. Например, о неудобном режиме работы, его несоблюдении, отсутствии возможности снятия наличных и высоких тарифов. Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала ведомства Комитет госконтроля Беларуси. Сертификаты ЦТ начнут выдавать с 14 июля. Забирать их нужно в том же пункте, где абитуриент проходил экзамен. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом, а также пропуск с отметкой тестирования прошел. Результат, к слову, могут забрать и родители выпускника. В таком случае понадобится еще паспорт, а также свидетельство о рождении. В ночь на 15 июля карточки международных платежных систем могут не работать, в частности Мастеркард, Виза и China UnionPay. В это время будут проводиться плановые технологические работы. В связи с этим возможны перерывы в банкоматах и инфокиосках, в пунктах выдачи наличных и приема платежей. В Беларуси проходит масштабное социологическое исследование в сфере демографии. Участие в нем примут около 6 тысяч респондентов. Им предложат заполнить анкету на условиях анонимности. Вопросы будут касаться основных событий и фактов из биографии. Это позволит ученым узнать особенности развития белорусской семьи.